Добрый день! Спасибо компании Аля Карта за предоставленную возможность провести этот вебинар и кого-то познакомить с грандиозным комплексом CVK Park Bosphorus Hotel и CVK Park Prestige Suite или резиденции, как мы их называем. Ну а кому-то напомнить, потому что отель достаточно известен уже на российском рынке, то есть многие его видели, многие уже отправляли туристов. Ну и, извините, я забыла представиться, зовут меня Элла, но Светлана уже писала, я сотрудница компании iProm Group и наша компания представляет этот прекрасный отель в России и в странах СНГ. Ну что, я думаю, что начнем наше небольшое путешествие по Стамбулу, но больше времени проведем, конечно, в отеле, чтобы с ним познакомиться. Ну, сегодня я бы вас хотела познакомить с отелем, который называется CVK Park Bosphorus Hotel, который находится вот здесь. Сейчас я вам как раз покажу. Вот этот сам отель. Отель достаточно большой. И познакомить с CVK Park Prestige Suite или резиденции, который находится вот здесь вот. Вообще, место, где находится отель, находится отель в самом центре Стамбула, его в европейской части, в престижном районе Гемюсо. Но и само здание отеля, которое перестраивалось в течение многих лет, оно тоже историческое, потому что в какое-то время здесь находилось итальянское посольство, в какое-то время это был зал приемов Министерства иностранных дел Османской империи. И в начале 20 века здесь находился грандиозный парк-отель, который принимал известных гостей со всего мира. Ну, перейдем уже к самому отелю. Хочу вам показать. Ну, скажу, что отель находится на холмах, и из отеля открываются практически изо всех номеров и мест открываются панорамные виды на Босфор. Основные достопримечательности находятся, ну, какие-то в шаговой доступности от отеля, какие-то, ну, 15-20 минут езды на такси. Ну, вот здесь вот находится отель, находится, как я уже сказала, в самом центре Стамбула, его европейской части. Буквально в двух минутах ходьбы от площади такси и минут 7-10 ходьбы от исторической пешеходной улицы Истекляль. Буквально пройдя несколько минут, мы находимся на набережной, можем посетить дворец Далма-Бахче, увидеть Галатскую башню. Ну, а проехав 15-30 минут в зависимости от трафика, мы уже оказываемся в исторической части Стамбула. Ну, и также мы находимся буквально в шаговой доступности от района, известного района и любимого туристами района Бешикташ. И так называемый исторический трамвай, остановка исторического трамвая, или как его называют в Стамбуле, трамвай ностальжи, находится тоже буквально в двух минутах ходьбы от отеля, это на площади Таксим. Вот так выглядит лобби отеля. Отель достаточно большой, в отеле 382 номера, из которых 37 – это свиты. Если говорить про стиль отеля, то это сочетание роскоши Османской империи и современного комфорта. В 2021 году была реновация номеров на 8 и 9 этажах, а также была реновация общественных зон, включая рестораны. В этом году они планируют закончить реновацию номеров и обновить лобби, но это никак не будет влиять на спокойствие гостей отеля. Ну, как я уже говорила, 382 номера в отеле, очень много номеров, которые с панорамным видом на Босфор. Вот такие у нас достаточно 37 свитов, еще раз повторюсь. Самая низкая категория – это номера категории «Супериор». Тут, к сожалению, нет фотографии, но они, в принципе, чем-то похожи на номера категории «Делакс». Номера «Супериор» у нас идут от 34 до 39 квадратных метров, достаточно просторные. Ванные комнаты отделаны мрамором. В ванных комнатах представлена косметика «Молтон Браун» и «Булгари». Из номера категории «Супериор» у нас трех видов. Это номера с видом во внутренний садик, с видом на город и с видом на Босфор. Но все очень просто, потому что есть всегда название номера. Ну и, конечно же, эти номера, я имею в виду категории по видам, отличаются по стоимости. Следующая категория, как вы видите, это номера категории «Делакс». Они у нас уже идут от 35 до 50 квадратных метров. Ну вот здесь у меня спрашивают, не шумно ли в номерах из-за расположения. Нет, не шумно, потому что, несмотря на то, что отель находится в районе площади «Токсим», но на более тихой улочке. Поэтому вот это вот, то есть этот шум, который на площади «Токсим», вот она достаточно многолюдная, это как бы в стороне. Поэтому нет, у нас достаточно тихо. Если говорить про цветовую гамму номеров, то номера выполнены в таких очень приятных, приятной цветовой гамме. Это и голубые цвета, это и белые цвета, это и золотистые, бежевые. Если где-то бордовый, то он такой достаточно приятный цвет, который не раздражает глаза. Но это вот еще один номер «Делакс», он уже с видом на Босфор. Этих номеров у нас также три вида, то есть с видом во внутренний дворик, с видом на город и с видом на Босфор. Сразу хочу сказать, что вот эта вот стеклянная перегородка, то есть она закрывается, поэтому, когда кто-то принимает ванну, то, закрыв ее, ничего не видно в номере. Ну и я хотела бы еще остановиться на третьей категории. Это номера категории «Экзекьютив». Здесь, к сожалению, у меня нет фотографии этого номера, но эти номера у нас идут от 35 до 40 квадратных метров. И почему я хочу остановиться на этих номерах? Потому что, начиная с этой категории и выше, у гостей отеля появляется такой небольшой бонус. Это бесплатное посещение так называемого «Экзекьютив лаунжа». Он начинает работать в час дня, и вот с часа это бесплатный чай, кофе плюс сладости. Также сервируют обед, сервируют ужин, и на ужин даже подают алкогольные напитки. И потом где-то с 8 до 10 – это безалкогольные напитки и фрукты. Ну, как я уже говорила, 37 свитов. Свиты у нас самые разные. То есть это и фэмили свиты, это и так называемые лакшери свиты. И вот здесь вот представлен один из самых таких красивых свитов, на мой взгляд, в отеле – это так называемый угловой свит. Они у нас трёх видов, то есть это с видом на город, с видом на Босфор, и также есть ещё такие свиты у нас с террасой. Ну, вот очень такой красивый, такой прекрасный вид открывается. Вообще, если говорить про вид на Босфор, то он гостей отеля преследует везде. То есть это и гостей, которые проживают в номерах с видом на Босфор. Ну, и, конечно же, общественные зоны практически все тоже с видом на Босфор. Такая вот прекрасная терраса. Есть просто у нас свиты с террасы, но это тоже всё в названии номера. Вот. Самый большой в Стамбуле, если мы говорим про номера, это президентский свит. Он у нас 850 квадратных метров. Столовая, фортепианная гостиная, отдельная спа-зона с джакузи и сауной, ну и просторная терраса. Вот выглядит очень такой, достаточно красивый. Вот. Ну, не знаю, насколько вам интересны конференции фасилитис в отеле, но не могу про них не сказать, потому что в отеле можно провести мероприятие любой сложности. У нас 17 конференц-залов, достаточно большой бальный зал, который называется Стамбул, вот, вместимостью до 800 человек, если мы говорим формат приёма. Вот такое прекрасное фойе, где можно провести и кофе-брейк, и какой-то быстрый ланч. Различные переговорные залы. Есть залы, которые модифицируются. Есть залы с дневным светом. Ну и вот несколько фотографий уже мероприятий, которые были проведены. То есть это и свадьбы, и презентации. Также у нас есть так называемый Джоли Джокер. Это как концертный зал, где по выходным выступают известные турецкие исполнители. Но также он может быть использован, как ещё одна площадка для мероприятий. Ну и вы знаете, это я думаю, что за дополнительную стоимость, да, это могут сделать. То есть накроют завтрак, ну, либо даже, может быть, и бесплатно. Просто у меня на самом деле никогда такой вопрос не возникал, поэтому мне это надо уточнить. Ну, это вот как раз ещё один такой мероприятий. Мероприятие, фотография, свадьбы. Изака терраса – это одна из гордостей отеля. Это либо мы его называем Изака терраса ресторан. Это необычный ресторан, и его на самом деле любят не только гости отеля, но и жители Стамбула за его концепцию. То есть здесь у нас необычная концепция, потому что под одной крышей собрано сразу три ресторанных концепции. Это и мясные блюда, национальные турецкие блюда, это и морепродукты, и также суши. Ну, и, конечно же, открывается у нас здесь просто потрясающий панорамный вид на Босфор. Помимо ресторана, здесь у нас есть бар. Вот. И вообще это самая большая терраса с видом на Босфор, потому что она делится на две части. Одна часть – это вот ресторан плюс бар, а вторая часть – это площадка, которая может быть использована под мероприятие. То есть она самая большая считается в Стамбуле, потому что в формате приема там можно разместить, ну, до 800 гостей. Вот такие вот красивые, потрясающие виды. Ну, помимо этого, у нас еще есть в отеле Стелла Лаунч, ресторан Гюмюсу, Хизарфен – это Шиша Лаунч, и кондитерская, которая находится в лобби. Ресторан Гюмюсу – это основной ресторан, где проходят завтраки. Назван ресторан в честь района, исторического района, в котором находится отель. И это, наверное, самый обширный завтрак-буфет в Стамбуле, потому что здесь подаются различные блюда для гостей, которые придерживаются диеты, которые не придерживаются диеты. Ну, и даже есть у нас отдельный стол с продуктами, которые глютен-фри. Стелла Лаунч – это как раз вот лаунч, где подаются в течение для дня, то есть закуски, обед и ужин для гостей, которые проживают в номерах, начиная с категории экзекьютив и выше. Хизарфен – это Шиша Лаунч. Ну, здесь можно попробовать авторский коктейль или просто выпить чашечку традиционного турецкого чая, ну, и смогут предложить различные вкусы кальяна. Ну, и кондитерская, прекрасная кондитерская, которая находится в лобби отеля. Еще одна гордость отеля – это Софира спа и фитнес-центр. Это, наверное, самый большой спа-центр в Стамбуле, если мы говорим про отели. Общая площадь – 8500 квадратных метров, бассейн – 25 метров, и бассейн находится под стеклянной крышей, которая в зависимости от сезона и от погоды раздвигается. Посещение так называемой водной зоны бесплатное. Ну, и, в принципе, и отель еще удобен не только для туристов, но и также для людей, которые приезжают по бизнесу, потому что спа-центр у нас работает с 7 утра до 10 вечера. Ну, и, в принципе, все такие расположения отеля достаточно удобные, ну, и много конференц-фаселитис. Помимо этого, 10 процедурных кабинетов, есть так называемые вип-кабинеты с джакузи, ну, предусматривают процедуры с джакузи, тренажерный зал, где можно индивидуально позаниматься трейс-тренером, но также проходят и бесплатные групповые занятия, это по пилатесу и по кроссфиту. Вот, ну, это вот все, что касается отеля. Вот, отель достаточно большой, как я уже говорила, 382 номера, очень хорошее расположение, но помимо отеля у нас еще есть резиденции, про которые я упоминала вначале. И вот сейчас я бы хотела вам показать эти резиденции. Находятся резиденции буквально прям вот рядом с отелем и соединяются с отелем, сейчас я вам даже покажу, есть вот такой вот стеклянный мостик, который соединяет основное здание с отелем, но также можно пройти вот по этой улочке, то есть эту улочку называют улица CVK, вот, по ней, по этой улице нет движения, вот, поэтому, если кому-то неудобно, можно пройти по улице либо пройти по стеклянному мостику. У нас 68 апартаментов, ну, или резиденции, так вот выглядит лобби. Самая низкая категория – это студию, которые идут от 45 квадратных метров апартаменты оборудованы по последнему слову техники, то есть это и посудомоечная машина, это и плита, это и стиральная машина, это и сушильная машина, и представлен весь необходимый набор посуды. Ну, вот вопрос я только хотела сказать про минимум стей – нет. Вот, к радости, в наших резиденциях нет минимум стея. То есть это очень хорошая альтернатива для гостей, которые приезжают с детьми, потому что, да, в отеле есть так называемые family suite, где две спальни, но их не так много, они не всегда есть в наличии, поэтому если клиентов не устраивает, допустим, там, вариант интерконнектинга, или они хотят, не хотят тратиться, то очень хорошая альтернатива – это наши апартаменты. Реновация в апартаментах была в 21-м году. Вот это так называемое, ну, это вот студию, это апартаменты с одной спальней. Вообще максимально у нас апартаменты с четырьмя спальнями. Вот, есть апартаменты вот с такими вот садиками, есть апартаменты с видом на город, есть апартаменты с видом на босфор. Это вот как раз студио-гаден, резиденция. Это у нас уже идёт резиденция с одной спальней. Они выполнены в таком современном стиле. Это так называемый гаден. Так вот выглядит гостиная. Это уже резиденция с двумя спальнями. Единственное отличие вот от гостей, которые проживают в резиденциях, от гостей, которые проживают в отеле, это то, что у них собственный, собственный вот так называемый стелла-лаунж, где проходят завтраки. То есть вот завтраки проходят не в ресторане Гюмесу, а вот в этом лаунже. Но это может быть даже и лучше, потому что не так много народу. А завтрак ничем не отличается от завтрака, который сервируют в ресторане Гюмесу. Такие вот я вам как раз с террасой резиденция. Это с садиком, это с тремя спальнями. Ну и как я уже говорила, самое большое это четыре спальни. Общая площадь где-то получается около 270 квадратных метров. Но самая большая резиденция это так называемый Королевский свет, который идет 950 квадратных метров. И в этой резиденции у нас четыре спальни. Такой вот прекрасный. Вот это вот как раз Королевская резиденция. Вот тут спрашивают еще, входит ли уборка. Да, уборка входит, но уборку делают, как и в отеле, каждый день. Вот. Резиденции можно бронировать на базе завтраков, можно бронировать без завтрака. То есть так как здесь в резиденциях есть полноценная кухня. Еще несколько фотографий. Прекрасная терраса. Ресепшн. Лобби. Такая вот как гостиная. Вся информация, то есть вот эти две презентации, вот как раз здесь у нас размеры резиденции, две презентации, плюс еще фэктшит на русском языке и видео номеров и резиденций, ну как бы вы можете, будут предоставлены компанией Алякард. Вот, ну и сейчас я бы еще хотела вам показать видео, показать видео самого отеля и видео резиденции. Как раз у нас... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это вот как раз, значит, это открытые книги и номера, вот, то есть, в которых есть, например, укладные доступы, как и с парень, и с парень, и с парень. А, ну, парень – это не всегда. Но вторая – это более высокая структура, это сливка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие прекрасные, достающие виды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Тель находится до аэропорта Стамбулка. У аэропорта 41 километр и до аэропорта Сабиха 50 километров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok